МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он хотел взорвать себя вместе с оперативниками. Приведу этих сыщиков на это место. Скажу, вот здесь у меня печатное оборудование, чтобы они открыли крышу. И вместе со мной отправились к прородцам. Иркутский умелец долгие годы совершенствовал свои преступные навыки. Во всяком случае, не каждый готов 5-7 лет готовиться к преступлению. Большевомонетчик впервые рассказывает о своих многочисленных экспериментах. Когда желатин добавляешь в бумагу, она потом, когда уже отольешь ее на сеточку, ее прогладишь утюгом, допустим, она становится такая же хрустящая, как и вот деньги. Эксперты по достоинству оценили работу преступника. Основная цель фальшивомонетчика это сделать денежный билет таким способом, чтобы вы поверили, что он подлинный. Фальшивомонетчик исколесил весь Советский Союз, сбывая свои подделки. Остальные все союзные республики, Беларусь и везде вот в этих крупных городах было. Эксклюзивные подробности преступной деятельности одного из самых известных отечественных фальшивомонетчиков. Из первых уст. Прямо сейчас. Лето 2001 года. На территории Восточной Сибири в обороте появляются фальшивые 100-рублевые купюры. Об этом тут же становится известно в 16-м отделе Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России. Отдел как раз и занимается фальшивомонетчиками. В июне 2001 года из департамента эмиссионно-кассовых операций Центрального банка мне позвонили и сказали, что в выручке у них обнаружились поддельные 100-рублевые купюры. Центробанк бьет тревогу. У фальшивок высокое качество. А главное, они напечатаны в какой-то подпольной типографии. Изъятие поддельных денежных билетов, выполненных способом полиграфии, брались на особый контроль. По нескольку десятков фальшивых 100-рублевок обнаружено в Улан-Удэ, Иркутске и Хабаровске. А сколько еще ходит по рукам? Тем более, что хозяева печатного станка наверняка на этом не остановятся. Если люди начали работать таким, изготовили такие купюры, следовательно, у них есть возможность запустить станок и изготовить большое количество денег. С фальшивыми 100-рублевками начинают работать эксперты. После тщательного исследования купюр специалисты выносят вердикт. Подделки отпечатаны в кустарных условиях. И все они – дело одних и тех же рук. Мы дали категорические ответы. Скажем, часть изображений изготовлена способом высокой печати, а часть изображений выполнен способом глубокой печати. Значит, где-то начал работу самодельный печатный станок. Причем собрал его человек, обладающий определенной квалификацией. Для того, чтобы получить качественное изображение полиграфическое, надо иметь определенную подготовку. Выводы экспертов – хорошая зацепка для сыщиков. Специалистов подобного класса в стране всего несколько человек. Наверняка за свое преступное ремесло опять взялся кто-то из бывших подопечных оперативников. У каждого фальшимониста есть свой почерк, ноу-хау. Каждый считает себя, так сказать, таким асом. А у нас они анализируются, и учетная информация идет. Поэтому, как только появляется, сразу мы обращаемся к кому? К тому, кто раньше этим был задействован. Из старых зубров еще советских времен самым известным был ставропольский уникум Виктор Баранов. По оценке специалистов Госзнака, его подделки практически не отличались от настоящих казначейских билетов Банка Советского Союза, за что Баранов и отсидел в свое время 12 лет. Я сразу с Таврополь позвонил, естественно, сотрудникам. Я говорю, как у вас там Баранов? Что делает? Он говорит, да ничего, он говорит, уже у него зрение не то. Еще один такой народный умелец, по имеющимся в МВД данным, живет в Рязани. Его начинают проверять и выясняют, что бывший спец по печатанию фальшивых денег давно спился. Остаются еще двое – Владимир Гуринов и Владимир Барфоломеев. В свое время они были осуждены за изготовление поддельных пятирублевых купюр. И оба родом как раз из Иркутска. Я позвонил туда, в Иркутск, к сотрудникам, и говорю, как вы будете отрабатывать? Отрабатываете вы или нет, как говорится, этих людей? А они их фактически даже не знали, что нас, в общем-то, немного удивило. Пришлось мне доставать обвинительные заключения и диктовать им данные этих, как говорится, злодеев. Впервые Гуринов и Варфоломеев попали в поле зрения правоохранительных органов еще при советской власти. Тогда ими занимался старший группы по раскрытию фальшивомонетничества управления ОБХСС УВД по Иркутской области Игорь Грошев. 1 июля 1986 года в реке Ангаре были найдены клише 5-рублевых купюр, исполненные на медных пластинах. Помимо медных клише, оперативники отыскали на берегу Ангары местную газету со следами специальной краски. Иркутск доложил, что нашли пластины. Это уже подготовка к преступлению была. И фактически они были сразу же пошли регистрироваться преступлением на рынках, пошли по всей стране. В те годы появление в обороте поддельных денег расценивалось как ЧП государственного масштаба. Однако, несмотря на все усилия сыщиков, задержать фальшивомонетчика удалось только через 3 года. Произошло это на рынке Ташкента, когда он в очередной раз попытался расплатиться поддельной пятеркой. Когда уже на выход пошел, смотрю, еще женщина стоит, лук продает. Ну и решил вот у нее еще купить. Она взяла копюру и при этом что-то громко сказала на своем языке по-узбекски. Я, конечно, не знал, что она сказала, но понял по взглядам соседей, что она что-то плохое про меня сказала. Владимира Гуринова скрутили и повели в местное отделение милиции. Когда привели в отдел, то там еще два русских человека были. Ну, парни такие же по описаниям. То есть задерживали всех русских. Так, немножко похоже по описанию. При обыске у Гуринова обнаружили пачку фальшивых пятирублевок. А через несколько дней его этапировали на родину, в Иркутск. У него изъят был номерок от камеры хранения, в камеры хранения городского вокзала железнодорожного. А приехав туда, значит, оперативники оттуда обнаружили вот эти там пачки пятирублевых купюр с нашей серии. По признанию самого Владимира Гуринова, два-три раза в год он брал с собой около полутора тысяч поддельных пятерок и отправлялся в турне по крупным городам Советского Союза. Ну, общей сложности я так посчитал примерно. Это где-то восемь, десять тысяч пятирублевок. Это где-то на сорок, на пятьдесят тысяч рублей советских. За четыре года я сбыл их. Как правило, Гуринов одновременно расплачивался одной, максимум двумя фальшивыми купюрами. Но иногда мог позволить себе рискнуть и совершить крупную покупку. Однажды шубу купил на фальшивые деньги, а я как рассчитался? У меня была пачка, я специально банковской лентой перевязал пятирублевок. Сушуба стоила четыреста пятьдесят рублей. Ну, я отсчитал себе десять пятерок, а остальное попадал продавцу. Уезжая сбывать очередную партию фальшивок, Гуринов на всякий случай разбирал печатный станок. А все прочие принадлежности для своего криминального бизнеса прятал в тайге. Когда его задержали, к сожалению, не нашли этого оборудования, которым... Он много раз говорил, что оно там закопано, там где-то в тайге лежит, там оно лежит. Но, к сожалению, так и не нашли это оборудование. Здесь Гуринову удалось обмануть всех. Только нам он признался, что разобранный станок до сих пор находится у него в сарае. Вот это тот самый станок, на котором и талоны печатались, это бензин, и пятирублевки, и доллары потом я пытался изготовить. Оказывается, азы печатного мастерства Гуринов осваивал, изготавливая фальшивые билеты в кино и талоны на бензин. И только через несколько лет, после долгого изучения специальной литературы и многочисленных опытов, решился печатать деньги. И поэтому тут, когда обыски были, у меня очень много всего поувозили, целыми грузовиками увозили всякий хлам. А печатный станок, он у меня остался. И первый раз, и второй раз. Его даже никому в голову не пришло, что это детали печатнули. Владимир Ильич даже показал нашей программе, как работает его подпольная типография. У меня тут были штифты, и тут я пробивал отверстия. И когда пропечатывалось, потом переворачивал, и по этим штифтам устанавливал, ну, то есть на то же самое место, чтобы попала вторая сторона. То есть это уже техническая часть. Однако в 99-м году, когда Гуриного арестовали, ему было не до технологических тонкостей изготовления подделок. Фальшивомонетчику грозила высшая мера. В то время это была расстрельная статья, когда меня задержали, еще было, моратория не было. Сначала фальшивомонетчик хотел даже покончить с собой, но потом решает совершить побег. Потом думаю, а что просто так умирать? Попробую убегать. Убьют, так убьют, зато саму себя обливать, наверное, не надо. По словам Гуриного, за время следствия ему пришлось натерпеться всякого. У меня до сих пор все эти шишки на ребрах, все ребра поломали, до сих пор не восстановился слух, все почки подбивали, несколько дней вместо мочи кровь шла. Поэтому что могли, то делали. Чтобы у его рискованной затеи с побегом было больше шансов на успех, Гуринов решает взять в заложники следователя. Изготавливает заточку, прячет ее в носок и отправляется на очередной допрос. Сенсационное признание фальшивомонетчика нашей программе сразу после рекламы. Эксклюзивные откровения Владимира Гуриного. Зная, что его ожидает самый суровый приговор, фальшивомонетчик решается на дерзкий побег. И для этого пытается взять в заложники следователя, который ведет его дело. Сколько было сил, ударил его. Ну, думаю, хотя бы замешательство его введу или с ног собью, обхвачу, приставлю заточку, буду требованием выдвигать. А удар слабый был. Он из кабинета выскочил, прибегают оперативники, сдубасили меня до полусмерти. Карцер посадили. Хоть и пришлось Гуринову за свою агрессивность вдоволь насидеться в карцере, зато высшей мерой ему удалось избежать. Помог развал Советского Союза и все дальнейшие события. Так что, когда дело наконец дошло до судебного процесса, не было уже ни страны, ни денег, которые подделывал фальшивомонетчик. В результате, отсидев 4,5 года в тюрьме, Гуринов вышел на волю. Многое пропало, у меня 20 тысяч в тайнике пропало. Я когда пришел через 4 года, деньги-то были другие. И тогда Гуринов решает приняться за старое. Тем более, что станок в полном порядке. Остается лишь изготовить новые печатные формы и вперед. Когда человек пожил на более высоком материальном положении, потом на них плохо возвращаться, уже на одну зарплату жить уже как-то не то. Кстати, руководитель бригады, которая работала тогда по розыску Гуринова, убежден, что тот орудовал не в одиночку. Я глубоко до сих пор уверен, что была целая группа, которую, допустим, он в этот... Человек просто взял это все на себя. Значит, потому что одновременно сбыт был в нескольких городах России одновременно. То есть один человек этого сделать просто не мог. Но вернемся в 2001 год. Чтобы лично принять участие в проверке подозреваемых в изготовлении фальшивых сторублевок, в Иркутск немедленно выезжает Борис Сметанников. За Гуриновым устанавливают наблюдения, а Варфоломеева под благовидным предлогом вызывают для беседы в местное УВД. Варфоломеев, ну, мужчина, конечно, умный. Он сразу же понял, о чем речь. Потому что, как говорится, все мы знаем за собой грешки, если они есть. Вот. И поэтому он сразу же все понял. Говорит, нет, ребята, если что-то есть, я в этом не участвую. Я вот собираю клюкву в лесу и продаю ее на рынке. А что же Владимир Гуринов? Прямых улик на него нет. А в городе тем временем чуть ли не ежедневно обнаруживают по несколько фальшивых сторублевок. Он обманывал людей. И люди, значит, покупали, то есть он сбывал эти деньги. Люди шли, потом пытались что-то купить на 100 рублей, а в 2000 год это большие деньги, 100 рублей было. И тут сыщикам несказанно везет. Поздно вечером, 29 августа, на конечной остановке трамвайного маршрута номер 1 при сбытии фальшивой купюры задерживают ранее судимого 28-летнего уроженца Иркутска Андрея Бердникова. Сбытчик, он случайно зашел в то же самое место, где за несколько дней до этого был. При досмотре у Бердникова находят 7 поддельных сторублевок образца 1997 года. На первом же допросе тот признается, что фальшивые купюры ему передает никто иной, как Владимир Гуринов. За ним тут же выезжают оперативники. Ну, были у меня мысли огородами уйти. Ну, а потом думаю, да будь что будет. К тому времени Гуринов, почувствовав неладное, как и несколько лет тому назад, разбирает станок, а печатные формы и прочие принадлежности прячет в лесу. Когда мы пришли, ну, сотрудники пришли его задерживать, у него уже ничего фактически не было. Любопытно, что по Иркутску даже сегодня ходят легенды о зарытых Гуриновым в тайге клада. И находятся отдельные энтузиасты, которые до сих пор их пытаются отыскать. Если бы кладоискатели знали, какой опасный сюрприз приготовил Гуринов для тех, кто попытается вскрыть его тайники, они бы бежали из тайги без оглядки. Аммиачная селитра с алюминиевой пудрой засыпал в огнетушитель углекислотный. Был у меня там, в сарае валялся. Ну, и детонатор приделал. Выключатель кнопочный поставил, чтобы когда крышка открывается, вот этот детонатор сработал. По словам Гуринова, он собирался в случае, если его опять арестуют, привезти к тайнику оперативников и там взорваться вместе с ними. Я сначала хотел заминировать вместе с печатными формами, потом думаю, а зачем? Какая разница? Главное, чтобы открыли ящик, и все это взорвалось. К счастью, до этого дело не дошло. А сыщики, не найдя никаких серьезных улик, так и не смогли доказать, что именно Гуринов печатал фальшивые сторублевки. На следствии Владимир Гуринов утверждает, что на жизнь зарабатывает частным извозом. И вообще ни при чем. А сумку с фальшивыми деньгами он якобы случайно обнаружил в своей машине. Видимо, ее забыл кто-то из клиентов. Суд, который состоялся где-то через месяц, 10 месяцев, значит, его действие квалифицировало как вот пособничество по сбыту поддельных денег, и на этом все и закончилось. Вот, его выпустили, фактически, так понимаю, из зала суда. Оказавшись на свободе, Гуринов решает завязать со своим преступным промыслом. Тем более, что у милиции он на особым счету. Еще раз отделаться легким испугом теперь вряд ли получится. Вовремя остановиться. Главное в профессии вора. А нет, смыться в вора. Но остановиться тоже, да. Хотя Владимир Гуринов был дважды женат, сейчас он живет вдвоем со своей старой матерью. Кстати, если родителям он ничего не рассказывал, то обе его бывшие супруги были в курсе того, чем промышлял их муж. Причем первая, ничуть не стеснялась пользоваться несправедливо нажитыми деньгами. Когда уже уезжаю на сбыт, она мне целый список составляет вещей, которые надо купить. Это даже дефицит с вещами был. И вот, говорит, заедем в Москву, все равно через Москву всегда ты проезжаешь, там вот купи мне то, то, то. Когда Гуринова в первый раз арестовали, женщина быстренько с ним развелась. Со второй супругой фальшивомонетчик жил гражданским браком. До тех пор, пока Тане сообщила в милицию, чем он занимается. Да, мы поругались, я к ней приехал, там получилось так, что поругались. И когда я ушел, она прямо, только я ушел, она сняла трубку и позвонила в милицию. В отделении не отреагировали должным образом. Это позволило Гуринову провести на свободе несколько лишних месяцев. Он несчастный человек, потому что у него цель была сделать деньги, которые не отличаются от заводских. Он этого сделать не смог. Человек всю жизнь пожил один, без друзей, без знакомых, без семьи. У него не очень жизнью удавались. Сам Гуринов так не считает. Единственное, о чем он до сих пор сожалеет, что ему ни разу не попалась купюра, сделанная другим мастером подделок. Зачем? Да, наверное, он и сам этого толком не знает. По крайней мере, сравнивать себя с другими известными российскими фальшивомонетчиками, например, такими, как Виктор Баранов, он не хочет. Мне когда про него рассказали следователи, говорят, вот он, как считается, самый такой король фальшивомонетчика. Ну, пусть считается, мне как-то это вообще безразлично. И тем не менее, взяв в руки деньги, всегда внимательно их изучает. Нам удалось раздобыть несколько поддельных купюр. Мы положили их в одну пачку с настоящими и попросили маэстро ее проверить. Ну, так, на первый взгляд, нет, только если проверять, рассматривать. Вот это вот подозрительно. Даже на допросах у следователей Владимир Гуринов никогда ни в чем не признавался. И только нашей программе он впервые решил подробно рассказать и даже показать, как именно он изготавливал поддельные струблевки. Эксклюзивные откровения фальшивомонетчика сразу после рекламы. Иркутский фальшивомонетчик Владимир Гуринов устраивает для нашей съемочной группы уникальную экскурсию по своей подпольной типографии. И подробно рассказывает, как именно он печатал поддельные деньги. Валики тут на гвоздиках висели. Печатный станок стоял. Все вот тут у меня и помещалось. Прятал, потом подполье все опускал. Однако в первую очередь, по словам Гуринова, было необходимо получить четкий фотоснимок образца. Фотоаппарат стоял у меня закреплен жестко, на таких штативах деревянных. Здесь сбоку стояли осветители, которые освещали копиру. Чтобы снимок получился качественным, Гуринову пришлось оборудовать на дому практически профессиональную фотостудию. При изготовлении фотоформ необходим фотоалечитель широкоформатный, чтобы большой размер окна был. Или фотоаппарат. Павильонная камера бывает такие с гармошками. Поскольку у меня этого всего не было, я использовал вот такой старинный фотоаппарат. Действия Гуринова мы попросили прокомментировать специалиста экспертно-криминалистического центра МВД России. Исходя из анализа изображений, можно было предположить о том, что фальшивомонейщик пытался воспроизвести технологию, по которой изготавливаются подлинные денежные билеты. Получив детальное изображение 100-рублевой купюры, Гуринов обрабатывал его должным образом, чтобы потом изготовить пленки. Вообще нужен качественный снимок, он нужен один. То есть эта сторона и эта сторона. А потом уже техническими путями все это снимки разделяются. Фон убирается, остается только основной рисунок. Затем рисунок с полученных пленок фальшивомонетчик переносил на клише. Оставалось только раздобыть бумагу, краски, и можно смело открывать на дому подпольный филиал монетного двора. Раньше фальшивомонетчик, в общем-то, несмотря на то, что он преступник, представлял из себя личность, как правило. То есть он что-то пытался делать, он что-то конструировал, разрабатывал. Долгое время Гуринов бился над проблемой нанесения на купюру водяных знаков. А потом нашел простой и остроумный способ. Я просто сделал имитацию водяных знаков, то есть сделал клише, ну не клише, вернее, а печатную форму глубокой печати, и наносил этот водяной знак белой краской. Оригинально Гуринов решил и вопрос с нанесением на сторублевке рельефного изображения. Один раз добавил канифоль в краску. Ну, она же канифоль твердая, стал подогревать, чтобы она растаяла. Сделал оттиск, после оттиска эта краска с канифолью сразу застыла, и вот остался рельеф. Эксперт по достоинству оценил ноу-хау фальшивомонетчика. Он использовал формы для различных способов, видов печати. Часть изображения у него была нанесена одним способом, часть изображения была нанесена другим способом, аналогичным способом изготовления подлинных денежных билетов. Однако добиться полного сходства своих фальшивок с настоящими деньгами Гуринов так и не смог. У меня вот этой полоски, вот темненькая полоска, ну не было, я думаю, чего над ней мучиться, когда на нее никто не смотрит. При наличии специальных приборов, которые сегодня имеются в кассе любого магазина, фальшивки Гуринова не проходят даже элементарной проверки. При облучении ультрафиолетовым светом сразу было видно о том, что часть элементов, которые должны были светиться под воздействием ультрафиолетового света, на этих денежных билетов нет. А вот лет 10 назад так тщательно купюры никто не проверял. И фальшивомонетчик, печатая свои подделки вовсю этим пользовался. Ну, конечно, понятно, но там можно как определить, например, по вот этой алюминиевой полоске. А защитную нить он, по-моему, вообще не сделал. Нет, не сумел. Тем не менее, милицейские профессионалы по достоинству оценивают работу иркутского самородка. Гурина впечатал, он штучно печатал. Конечно, у него деньги были неплохие. Я не хочу тут с экрана вашего канала хвалить его, но они были неплохие деньги. А вот то, что Гуринов сумел избежать за изготовление фальшивых денег должного наказания, оперативники считают своей прямой недоработкой. Ну, повезло, не повезло, но если для него, то повезло, конечно. А мы, естественно, получается, плохо отработали. Впрочем, Владимир Гуринов вполне достаточно наказал себя и сам. Разбогатеть, как он мечтал об этом в молодости, не удалось. Семьи нет, а дети, видится с таким отцом, отказываются наотрез. Они не общаются со мной. Не общаются? Да, я не знаю даже, где они. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова